Не, ну пацаны, вы же знаете, да? Топтек, топтек. А еще я стремлю на Твиче. Можно как бы и туда подписаться. Фоллоу бесплатный, сабскрайб платный. Платным сабскрайбером как бы скоро будут сабдеи. Вот. Так что, вы знаете, где меня найти? Вперед. Это я. Короче, ну вы видели в общем коробочку, как она выглядит. Вот. Внутри вот лежит вот такая хуйень. Вот. Это, к слову, о комплектухе, пацаны. Это, к слову, о комплектухе. Потому что, вот эта штучка под названием DualShock 4 поставлялась в комплекте вот. Вот прям вот так. Вот так. Без вот этих вот резиночек. Просто, блядь, голый контроллер. Все. Я отдал за него почти 10 тысяч с заставкой. То есть, ну, кто не знает, это вот такой девайс. То есть, это уже я наклеил. Это контрфрик наклейки. Из-за того, что у меня здесь нет ножниц, и нехрен разрезать. Оно так вот коряво нарезано все. А это я увеличил высоту клавиш. То есть, чтобы легче было нажимать. Ну, думаю, поймем. Такая вот комплектуха у DualShock. Вот. А сейчас мы смотрим на царскую комплектуху. Мы даже сюда еще не заглядываем. Здесь у нас геймпадик. Вот. Давайте, давайте, давайте посмотрим. Коробочка, коробочка-то, ебать. Чуете? Коробка с дыркой для петухов. Понял. Так, шо это у нас тут? Ебать. Две батарейки? Not for retail sale. Ебучий случай. Батарейки, пацаны. У нас в комплекте батарейки идут. Вы чебанулись, что ли? Кто нахуй так делает? Так, а это у нас провод. Это, к слову, комплектация, пацаны. То есть, вот, как бы, у меня есть геймпад полностью готовый к работе. Вот в том чехольчике. А еще у меня есть провод. Понимаете? У меня с DualShock'ом нет провода. Вот, блядь, я купил DualShock. Я купил ебучий нахуй DualShock. И к нему нет вот этого провода. Я не могу играть. Как только я купил геймпад, я не могу играть. Потому что мне нужен провод. Охуенно, да? Не, здесь пиздатенький провод. Оплёточка вся, хуйня. О, без моего ебала отлично фокусируется в скобочках нихуя. Да в пизду, короче. Ну, поняли. Нормальный провод. Причем длинный, я ебал. Очень длинный. Он перекрутится за полгода. Да какая нахуй разница, братан? Здесь вообще нехуй ему перекручиваться. Понимаешь? Воздух, блядь. Какая хуй разница, перекрутится он или нет. Бумажечки. Хуя тут бумажек. У меня, блядь, к холодильнику меньше бумаги. Не, серьезно, у меня к холодильнику меньше бумаги. Так, это инструкция по быстрой настройке. Что меня напрягает, это то, что этот геймпад на батарейках. Это меня напрягает. Так, это еще одна инструкция. Точно такая же. Это еще одна инструкция. Точно такая же. Это еще одна. Четыре, блядь, инструкции. Четыре одинаковых инструкции. Они че, ебанулись, что ли? А ой, нахуй, клоун, блядь. Клоун. Что за слова вообще, нахуй? Кастомайз-ю иксбокс-элит-контроллер с этим байдом лодзис фри. Пизду. Гуиде. Регулятори энд варантии гуиде. Бумажка мягкая, на самом деле. Вот так вот сделай. Можно в туалет положить. Вот. Ладно. Это мы уберем. Так. Смотрим. Смотрите. У нас есть вот такая хуйня. Это у нас кейсик. За хаймпадом. Та-дам. На самом деле выглядит дорого-богато. Вот. Выглядит дорого-богато. А. Выглядит он вот так. И вот так выглядит сзади. Я не понимаю, конечно, прикола, почему. Это, наверное, единственный минус, который я вижу объективно в этом геймпаде. То, что он какого-то хуя на батарейках. Ёба народ, это же не вибратор. Ну и что за хуйня. Не, конечно, понимаешь, там тоже есть вибромоторчики. Но почему здесь есть внутри аккумулятор, а здесь нет. Причем они по тяжести, это значительно тяжелее. Грубо говоря, вы должны держать его вот так, да? То, что мы сидим так. Сидим так. И, блядь, это, 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 это жестко, конечно, будет. Потому что, чтобы вы понимали, моя мелкая моторика, она на уровне поковыряться в жопе. То есть, как бы, два пальца работают, остальные нахуй не нужны, собственно, если ты только фистингом не занимаешься. Поэтому вопрос, как я буду играть, остается открытым. То есть, ну окей, окей. Вот эти курки очень легко нажимаются. То есть нужно, нужно сидеть, играть вот так. Я, я, вот, я, я даже в голове не могу смоделировать ситуацию, когда я смогу одновременно нажимать вот все вот эти, вот эти две кнопки и вот эти четыре. И при этом еще буду управлять вот этими писками. Что это такое? Что это такое? Я ликс, блядь. Вот бы ликсом еще сюда. Чтоб пояснил мне за хип-хоп, как это работает. О! Загорелся. Так. Пим-пери-пим-пим! О! Вот это я понимаю. Так. Смотрим дальше комплектуху, пацаны. Вы видите вот это? Вы видите вот это? Знаете, что это? Это пипки, нахуй. Вот это пипки на их стике. Вот эти две пипки. Вот, и еще две пипки, да? А это крестовина. А это крестовина. И заменяется это вот так. То есть, вот смотрите. Вот вы видите вот эту хуйню, да? Просто берете, нахуй. И снимаете. Потому что там для магнитив. Берете. Итак. Хоп. И поставили. Охуенно, да? Хоп. Хоп. Все работает. Так. Давайте посмотрим. Пипочки. Эти пипки низенькие довольно. Я так понимаю. Вот. А в комплекте пипки в два раза выше. Причем они двух, две разные. Понимаете? То есть тут как бы есть одна пипка, она видите вот. Видите, она впуклая. Видите, она впуклая. Вот. А другая бы впуклая. Вот. Главное, эти пипки не потеряю. Так в смысле? У меня есть охуенная коробка, блядь. Ты шо? Как я нахуй потеряю пипки, если меня есть охуенная коробка для пипок? Так, ладно. С этой стороны мы оставим маленькую пипку. А с другой стороны мы поставим длинную и впуклую пипку. Отлично. Я испугался, что я сломал эти стики. Потому что они снимаются вот так. Типа, выглядит все супер хлипко, но при этом я люфта вообще не чувствую никакого. То есть вот я вот трясу. Ни одна кнопка не трясется. Ничего не трясется вообще. Вот. Вы сами слышите? Нихуя не слышно. Многие люди не понимают вещей, там, типа, каких-то высказываний, что... Особенно дети, они не понимают, что мнение может меняться. И особенно если это мнение касательно вещей, которые особо не влияют на жизнь, но, например, могут ее упростить. То есть, допустим, вот смотрите, я стример по Fortnite. Я неделю сижу, играю с DualShock. Мне нравится DualShock, в принципе. То есть это геймпад, с которым я первый раз в жизни... С которого я первый раз в жизни вообще пробовал во что-либо играть. Но! Какая у него проблема? Мне не хватает кнопок. Вот я неделю отыграл, и я понял, чего мне не хватает. То есть в первые дни я не мог конкретно сказать, что мне не хватает в геймпаде. Потому что я вообще ничего не чувствовал. Я не чувствовал, что мне нужно нажимать и как. Типа, в прошлой неделе я придурочился, я понял, что мне нужно нажимать. Я понял, как мне это нужно нажимать. И я понял, что двух лепестков не хватает. Почему их не хватает? Потому что мне нужен переход в режим строительства. И при текущем количестве лепестков мне нужен треугольник. Вот эта кнопочка. То есть я держу вот так геймпад. Потому что я не могу играть не клоу. Мои руки, они, сука, деревянные. Вот. Поэтому мне нужно вот этот палец жать сюда. А потом нажимать сюда. То есть вот, вот, вот. Это очень корябое действие. Когда ты вот сюда нажимаешь. Я это плохо могу воспроизвести, даже когда я, блядь, сижу, не играя в игру. Сложно. А теперь писайте, что вам нужно одновременно нажимать вот эти два стика. Сейчас вы держите вот так геймпад. При этом вы держите вот этими пальцами, вот этим пальцем. Вы держите вот этот лепесток. Вот этим пальцем держите вот этот лепесток. Вот. Я пытаюсь поудобнее положить. При этом вот вы нажимаете вот эти два. И вот эти два. то есть вы грубо говоря одновременно жмете ну какой-то порядке в каком-то порядке прожимаете клавиши и при этом вам нужно получить момент от взять вот этот палец указательный и нажать треугольник потом быстро вернуть его на r1 а потом уже еще раз нажать и вот так постоянно вот так постоянно делать потому что фортнайте нужно постоянно переключаться между режимами так вот дальше понимаете то есть мне это сложно действительно вот я за неделю это понял я за неделю понял что то есть я неделю привыкал либо строится либо стрелять я начал это делать одинаково плохо конечно но я начал это делать я понял что мне нужно начинать совмещать это и это сложно это пиздец как сложно то есть для меня человека который никогда не жил геймпад руках это сложно то есть мне сложно переключаться с r1 на треугольник это что в течение недели до я говорил что контроллер ведь я не хочу потому что ну если покупать обуз покупать то что то что жестко тогда я могу купить скаф мне доктор за нахуярил вчера почти 50 тысяч я могу купить скаф но и не хочу я посмотрел раскладки скафа там блять вот так стоят эти клавиши они бля вот так торчат сука они даже на вид выглядят хлипко и я типа я я посмотрел на контроллер элит типа так про знаете кстати с каким-то таким недоверием но посмотрел на которую я смотрю на вот это я понимаю насколько это охуенно я понимаю она блять она выглядит дорого-богато санчо обсуждаете я включился да у это у меня тут додик написал типа бля и 7 ну типа знаешь и дефолтная хуйня школьная что которые не понимают что мнение может меняться даже в течение недели вот я ешь неделю игра на геймпаде и типа она ну я начал понимать что мне надо и что дуал шок не не может этого дать в принципе ну как бы у школьников голове это не укладывается они не способны понять что свое мнение не только можно но и нужно менять если это позволит тебе делать вещи лучше допустим какие-то это сто процентов и и Субтитры сделал DimaTorzok